Михаил Михайлович, расскажите, пожалуйста, где, когда Вы родились, как вообще прошли Ваши детские годы? Ну, я коренной пскович, родился я в Пскове 14 марта 1933 года, в больнице на Кузнецкой улице, где родились все старые псковичи в основном. В детские годы родители мои работали в Пскове, мама была учительницей в железнодорожной школе, преподавала биологию, отец работал техноруком, была такая должность раньше, на лесопильном заводе имени Урицкого, который находился на берегу реки Великой, там, где сейчас, ну, приблизительно там, где стоит танк частного у моста 50-летия октября. Да, я еще немножко перепутал. Дело в том, что, когда я родился, отец еще служил. Это чуть позже он стал, когда он демобилизовался, то вот он стал там работать. А до этого он служил мотористом в морпогранохране ОГКУ. Тогда Псков граничил с Эстонией, государственная граница проходила по озеру, и вот он как раз и служил в этих частях морпогранохран, ОГКУ, так они назывались. Таким образом, вот, детство мое, родители не имели своей жилплощади в Пскове, вот, и приходилось снимать частные квартиры, вот, в частности, как раз вот в 33-м году родители мои жили на улице Карла Маркса, сейчас этого дома нет, но на этом месте стоит уже дом, построенный после войны. Вот, у Шаловицкой Берты Гавриловны такая была семья еврейская, вот, у ней обширная такая, у них была, и Свердловая, вот, оттуда такая известная фамилия в Пскове, которые были революционерами. Вот, как раз вот у них и снимали комнату. Там жили и две мои бабушки, и по маминой линии Мария Федоровна Пабо, и по папиной линии, вот, Анна Александровна Минникова. Ну, вот, детство, у меня был брат, который родился в 31-м году, но в 35-м году, по-моему, или даже в 34-м году в Пскове разразилась страшная эпидемия, и очень много детей погибло, в том числе и мой брат, вот, тоже скончался. И, таким образом, вот, я в семье остался один. Правда, в 39-м году родилась еще сестра, вот, которой до сих пор жена. И, таким образом, вот, наша семья жила здесь, но, поскольку мама была учительницей, вот, ей было предоставлено в 39-м году три комнаты на улице Красных партизалов, дом 4. Сейчас этого дома нет, на этом месте стоит коттедж такой небольшой. Это сразу за домом крестьянина на улице Красных партизалов. Вот здесь, в основном, и прошло мое детство. Правда, кое-чего я помню из своего детства, когда мы еще жили на Кузнецкой улице. Вот, уже после Шаловицких мы жили на Кузнецкой улице, там, где сейчас вот это стоит стела, посвященная, вот, нашим десантникам. Дом этот принадлежал Лисовскому, Тимофею Лисовскому. Небольшой деревянный дом с садиком, огородом. Ну, то есть обычный, псковский такой дом частный. И тоже снимали в этом доме комнату родителей. Вот здесь я помню такие вещи, как я учился ездить на велосипеде двухколесном. Тогда папа, у папы тоже был велосипед, и он хотел, чтобы я тоже овладел этим искусством, ездить на велосипеде, вот, и я вот вдоль аллеи, вдоль стены, которая идет, вот, сейчас у парка Победы, вот, там стена окольного города проходит. Вот, я по этой аллее учился ездить, и самое неприятное в этой учебе было то, что часто набивал косточку, сбивал, там, на ногах велосипед, такой был привитивный, ну, двухколесный. Вот, и вечером нужно было мыть ноги и мазать йодом. Вот это у меня осталось. Вот так вот проходило детство, которое фактически, вот, такое, ну, советское детство у меня закончилось с начала войны. Ну, мама, поскольку работала на железной дороге, то есть учительницей в железнодорожной школе, и она пользовалась правами железнодорожников, бесплатный проезд, ей, ей, вот, ну, и детям был этот бесплатный проезд, тоже распространялся. Я закончил первый класс, ну, так, нормально, без, как вы сейчас сказали, без строек, вот, без плохого и посредственных отцена. И, таким образом, мама заканчивала Герценовский институт. Ей нужно было сдавать государственные экзамены, вот, в 41-м году как раз. И мы поехали, мама и сестра моя уже с 39-го года, поехали в Ленинград. Мамина сестра, родная тетя, жила в Павловске. Там была геофизическая обсерватория, вот, и там работал ее муж, вот, он кандидат наук, был в то время уже занимался серьезными проблемами, связанными с атмосферой. И вот там у них большая квартира была, в таком коттеджем доме, это обсерваторский дом. Там территория обсерватории была огорожена, парк огромный, был, вот, пруд был там, и тритонов там ловили. И вот там, и вот, вот там мы впервые, я услышал о том, что началась война. А как услышали, ну, то есть, вот, приехала тетя, она работала в Ленинграде, вот, и сказала, ну, о том, что война началась. Мама вернулась, тоже вот такая возбужденная. Мне хорошо запомнилось, как на площадь, там такая площадь небольшая была перед зданием вот этой обсерватории. Там обсерватория была с вышкой, там крутились эти всякие приборы, вот. Вот скорость ветра измерялась, там направление и прочее. Вот. И вот на этой площади был вот этот громкоговоритель такой вот. Сейчас кино когда показывают блокаду или что, всегда. Вот. И собрались народ не так уж много, потому что там жителей-то не много было. Это такое уязвленное, от островов была эта обсерватория. И была вот произнесена речь Молотова. Ну, я видел, как вот люди сосредоточенно там выслушивали, и почти не было обсуждений. Вот. Потом уже когда закончилась речь, вот, всяк понуро все разошлись. И почему-то начали в этом парке копать вот траншеи такие глубокие, перекрывать им, откуда-то бревна привезли, бревна засыпали землей. Ну, а нам, мальчишкам, было, конечно, вот интересно, бегали по этим траншеям. В общем-то, и, конечно, не осознавая еще, что из себя представляет война. Еще вот интересное такое воспоминание о местных жителях. Там, недалеко от Павловска, были поселения ингерманланцев. Вообще ведь губерния когда-то петербургская называлась ингерманланской. Вот. Ну, это вот жители, родственные Карелам, Финнам, вот, Чухни, вот, такие. И очень аккуратные такие. Вот я помню, как они, женщины, шли на базар, несли там молоко, там все, так одеты. Интересно были. Так что, вот, тоже я помню вот эти, так сказать, шествия этих крестьян. Ну, война началась, поскольку мама была, как я уже говорил, учительницей железнодорожной школы, то есть, служащие железной дороги, а служащие железной дороги во время войны считаются военнообязанными. И она, когда, школа железнодорожная, она не подчинялась городскому, ну, методически как-то подчинялась, а вот управление все находилось в Ленинграде. Был там при Октябрьской железной дороге отдел школ, который вот и руководил, а школы были дно, и в других городах, где были большие станции, в Порхове было, вот. И когда мама туда пошла и спросила, что же делать-то, вот война началась, говорят, вскоре неспокойно, а тогда вообще-то, конечно, информация о состоянии дел в городах была очень плохая. И мама так, довольно в резкой форме, как она вот потом рассказывала, ответила, вы что, вы тут панику сеете, немедленно возвращайтесь на место, по месту работы. Ну, что, пошли, мама пошла, купила билеты. И мы с Варшавского вокзала в Псков отправились 6 июля. А 9 июля был в Псков взят немцами. Представляете, какая вот... И везли детей туда, в сторону луги вот высаживались, я помню. А Псков уже после струб красных мы проезжаем, уже воронки вдоль полотна. На Псков приехали, смотрим, дымы, пожары. Вот, когда мы пришли домой, бабушка схватилась за голову. Куда мы приехали? Там, на улице, прямо посреди улицы упали несколько бомб немецких стекловыбитых в квартире у нас. И, в общем, что делать? Соседи, были очень хорошие соседи у нас, и решили идти пешком в этот же фактический день. И пошли на восток, конечно. Наша соседка знала... Ну, у нее были хорошие знакомые. Такая деревня Островинки была. Это где-то километров около 25-30 от Пскова. И пошли вот в ту сторону, как раз, в сторону Ленинграда. Где-то я очень помню. Я помню первый привал, мы в истории на немецком кладбище отдохнуть. Но сестра у меня с 1939 года фактически на руках пришлось нести. Потом мы где-то в Пскову переходили, там еще наша соседка порезала ногу. Это пришлось забинтовать, тоже это задержалось. Когда шли, то видели отступающих солдат наших. Какой-то командир там, мама спрашивает, ну а что делать, куда двигаться-то как? Он говорит, связи нет. Вот мы тоже идем туда, вот на восток. Там с подвода, раненые лежат на подвозе. Ну и вот так мы прошли, до этих островинок мы дошли. Там переночевали, собирались переночевать. И в это время начался бой. Там наша какая-то часть попала, вот, ну в соприкосновение с немцами вошли. Вот, и начался бой. Их там в болото загнали. Я помню, на следующий день в этой деревне какой-то старичок, фельдшер вроде бы был. И принесли солдата на шинели. Вот принесли солдата, у него нога оторвана была. И тут перетянута ремнем. И когда этот вскрыл ремень фельдшер, пятна пошли, малиновые такие. То есть конгрен начиналось уже. Ну, видимо, он уже, конечно, не выжил. В то время помощь какую оказать. А чуть позже, в этот же день, появились немцы на такой бронетанкетке. Конфеты разбрасывали. Ну и было велено всем возвращаться по месту своего жительства. Ну и вот мы вернулись, Псков, в свою старую квартиру на улице Красных, Партина. И началась вот жизнь в оккупации. То есть вот самого взятия Пскова, вообще-то его почти и не было. Псков фактически был сдан без боя. Правда, поджигали заводы там, успели что-то эвакуировать. Жителей осталось в Пскове. Я боюсь, конечно, точно сказать, но процентов-то 90 точно осталось. Сумели уехать только те, у которых были служебный транспорт. И железная дорога была загружена, полностью эвакуировали. И вот музею, например, нашему Псковскому предоставили один только вагон. Представляете, при том обилие экспонатов, которые были и сильнейших, и библиотека, все. Один вагон, который занимался Иван Николаевич Ларионов эвакуацией как раз. Вот мы, да, вот еще был момент, когда мы проходили, вот уходили, пытались уйти. Вот мы пересекли где-то, видимо, в районе Любятова железную дорогу, около железной дороги оказались. И уходил эшелон, такой составленный из каких-то ремонтных вагонов, таких вагонов, не то что, там, типа крана какого-то, вот такие вагоны. И несколько таких пассажирских, теплушки, такой сборной. И кто-то вдруг крикнул из окна и помахал. Александра Владимировна узнала ее, учительница, кто-то из учеников, наверное. И за ними самолеты немецкие так вот двинулись, потом взрывы начались, не знаю. Потом никто, уже после войны, никто не признавался о том, что нас видели. Ну, мне, как ребенку, конечно, таких строгостей со стороны немцев я не ощущал. Ну, сами понимаете, ребенок есть ребенок. Сколько мне было там? Восемь лет? Вот, в 41-м году. И, а вот, родители, маме, отец на фронте был, маме, бабушка старая, она с 1883 года. Вот, маме досталось, было развешено объявление везде, радио стало действовать. То есть, чтобы явиться и зарегистрироваться, и получить рабочий паспорт. У меня эти, как у краеведа, эти документы и есть, копии этих документов. Ну, и несколько таких было объявлений. Последнее объявление было сказано о том, что кто не будет зарегистрированы, не будет иметь этого слайса, то будет применение в самые жестокие меры. Всех распределяли, трудоспособных, на работы. Проделяли. Ну, выдавали рабочим карточки хлебные. Иждивенцам тоже там супа, по столу, 25 граммов, что ли, выделялось хлебом. Ну, и вот началась вот жизнь во время оккупации. Дело в том, что, вот, как я уже говорил, были оккупационными войсками, введены строгий режим проживания. Обязательно нужно было сдавать все оружие. Ну, ведь в Пскове было много охотников, мыли ружья, вот, вынуждены были сдавать. Это был приказ такой, очень строгий. Затем велосипеды сдавались, лыжи нужно было сдавать, распоряжение было взрослые. Вот, приемники. Ну, тогда приемников-то, конечно, почти редкость была большая, но тоже вот. Вот такие строгости. Интересно, у меня такие, я буду сейчас больше рассказывать не о том, как взрослые жили, а вот свои воспоминания. Когда немцы пришли, вот, и прошло там несколько дней, когда вот мы уже вернулись, это, наверное, было числа 11 июля, то в Пскове вообще, вот, ну, поскольку я жил на Красных Партизам, мы больше общались с ребятней на речке, вот, и все, что связано с рекой. И мы видели, как, в общем-то, грабили население, особенно сельское, на телегах приезжали, вот, там, где, если переходишь на Запсковье, по мосту через, у собора, который находится, то с правой стороны, сейчас там поляны пустые там растут, и с левой, с левой были рыбные виды, там и дома, и холодильники, холодильники, ну, не холодильники, а ледники были, все. А слева была торговая площадь, она называлась и колесная, и там продавались, ну, и продукты тоже были, и крупы там всякие, и еще продавались вот убрышки всякие для лошадей, и хомуты там, и прочие колеса. Вот здесь вот я видел, как вот эти самые крестьяне нагружали телеги и увозили. Ну, потом немцы навели порядок, запретили все этим делом. Но вот первые дни вот такая была. Интересно еще воспоминания по улице, вот, Воровского. Сейчас вот после войны дома эти сохранялись, а сейчас-то уже нету. Там вот этот такой хозяйственный большой магазин стоит. Вот на этом месте, дом послевоенной постройки, на этом месте были деревянные такие дома, с таким двором, во дворе сараевый. И вот ребята тоже, видимо, воспользовались этим. И где-то киноустановку, такую элементарную, еще рукой нужно крутить, вот, приобрели. И показывали фильм, уже во время немцев показывали фильм «Ледовое побоище». Я впервые еще его не видел в кинотеатре тогда, хотя уже был пограничник победы теперешней кинотеатра. Были кинотеатры. Коммуна был, кинотеатр на Пушкинской улице, где вот домик Деспигальский. Здесь вот такой дом был, дом у специалистов. Знаете, дом у специалистов, да? Вот пристроен был. А что кинотеатры были? Я помню, мы еще смотрели «Майская ночь» или «Утопленица», «Цветной вариант», «Груш», «Груш», «Груня» Корнакова такой был фильм еще до войны. А здесь вот этот вот вышел уже фильм, он «Александр Невский», вот, вышел до войны, и вот как раз они там крутили. Потом этих ребят немцы кто-то донес, видимо, прихватили, но, в общем, ничего там, отобрали у них это все хозяйство. Вот такие вот первые, это буквально вот осенью или вот в июле-августе месяца 41-го года. Потом уже в 42-м году начали, школы как-то не было, вот, и мама работать пошла, ее направили работать в городскую управу, вот, которая сейчас находилась в доме на улице Ленина, где сейчас корпус политехнического института, вот здесь. Там после войны тоже горсовет был, вот, а это вот была управа. Но она там недолго работала, в этой городской управе. И тогда, это вот сейчас, так, и особенно после войны рассуждали, а зачем мы пошли работать, там, на немцев, а как три года жить, не работая, с семьей, на что жить и как жить. Это так, тогда рассуждали очень. А потом она стала работать. Немецкая часть была, хозяйственная часть такая в Кремле, вот где консистория, вот это здание, с одной стороны приказная палата, а с другой, вот это сейчас там все туристические магазины, а там вот располагалась эта немецкая часть, снабденческая какая-то, и вот она открыт там работала, пособница. А потом ее взяли в приказной палате, там склад был, и там два немца работали такие, тяжелые, ее взяли кухаркой там, мама хорошо вообще готовила, ее взяли, и вот она там готовила для них эти, ну и что-то семье переподала вообще, довольно с этим самым, плохо было с продуктами. И хотя рынок работал, и магазины какие-то частные были, но в общем тогда тоже было, вот как и сейчас, предприниматели были, наши люди находились в сахар, варили какой-то такой, вот сахара обычного не было, продавали, а плитки такие, такой постный сахар, процарапанные такие полоски, как шоколадки, вот такие продавались на рынке. Рынок был вот там же, где и кинотеатр «Октябрь», где и до войны был, правда тогда не рынок назывался, а базар, и все, пошла на базар, с базара, и, что вы говорили, так, пускай. И вот видел я и каждые вот эти, самые каждые я не видел, но вот видел повешенных двух, это сразу после занятия Пскова, немцы повесили двух мужчин, говорили о том, что они были оставлены для того, чтобы поджигать то, что не успели там, это с ОПХ же все уходили. И потом были взяты 10 заложников там, убили немцы, ну, по одним данным, даже архивным, что это на Детской улице произошло, по другим где-то на вокзале. Ну и вот взяли 10 заложников, мужчин, среди них был там юноша, вот 9-й и 10-й классов. Фамилии известны, правда некоторые под вопросом, вот этих казненных. Ну и было предложено выдать убийцу, или чтобы он сам объявился. Вот никто не объявился, и вот в один прекрасный день, в августе месяца оцепили площадь эту торговую, как раз из собора, когда уже служба была в соборе, вот, выходили люди, ну, в общем, на рынке тут согнали все, заранее были вкопаны столбы, вот там, где приблизительно гостиный двор был, где вот этот рекламный щит, вот этот большой там, который шумит там все время. Здесь же были две улицы, проходили, вот одна, которая вдоль пединститута проходит ближе к реке, это вот Верхняя Петропавловская, она Леворовского теперь называют, и была Власевская улица, чуть дальше, вот где за домом семьи проходят машины, дороги, вот здесь привели, ну, не совсем так, но вот здесь, и вот были еще развалены, вернее, сгорел, этот гостиный двор сгорел, и вот на его фоне были в панели копаны вот эти 10 столбов, а мы на Риске были, и тогда ребята любили нам скорее. Ну, вот услышали стрельбу, ну, побежали смотреть, и вот мы как раз вот видели, когда на столбах они очень вот были расстреляны. Больше я вот казни не видел. Немцы-то, конечно, расстреливали все, но вот таких публичных казней, я бы, может, и были они, но мне без них не пришлось. И потом начали организовывать школу. И, кстати, интересно, что вот школу, которая открылась вот на углу улицы Красных партизан и Карла Маркса, это было когда-то здание про гимназии, вот, и в этой вот здании оно сохранилось. Это дом крестьянина, вот этот красный кирпичный такой у теперешнего центрального рынка. И с другой стороны вот этот дом, он, правда, запущен сейчас, но вот он сохранился. Здесь решили открыть школу. И заведующая этой школой была назначена тоже оставшаяся в оккупации вот Татьяна Ивановна Раевская, моя первая учительница. Ну, начали заниматься, потом выгнали нас оттуда, из этого здания, госпиталь развернули, там большой эшелон, мы пришли, ранены. Потом опять начали заниматься. Короче говоря, вот за три года я один класс только окончил, потому что когда уже в сорок четвертом году я пошел в третий класс, до войны адрес окончили. Вот так, ну, что, преподавали, учебники были, я уже сейчас там толком и не помню, но я помню, по русскому языку учебник был, книга была для чтения, такого школьного чтения, изданная где-то там в Эстонии или в Риге издавались эти. Газеты приходили в Псков, «За родину» называлась газета, там целый ряд газет издавался. Ну, я и газетами в то время не интересовался. Вот, и, ну, просто, вот, ну, может быть, да, была введена обязательно светомаскировка, особенно в зимнее время, все окна были завершены, электричество было, электростанция наша вот работала, и освещение электрическое было в домах, но обязательно одеяло не завершивали, потому что в случае, если где-то свет проникал, и все могли выстрелять по окнам немцев, которые дежурили. Были введены комендантский час, который можно было нарушить, только имея пропуск специальный. Ну, в общем, надо сказать, что мы-то, мальчишки, бегали на речь, проводили в основном, все время был. Такой случай, мы на Пскове, а сейчас там вот Финский парк, когда организовывали, там ландшафт изменили, ну, вот, ну, и вот мы там рыбачили около Гремячей башни, и вдруг самолеты летят, слышно гудит, это груженый самолет, когда гудит, оно «в-в-в-в-в-в», такой вот звук, и смотрим, два самолета летят, ну, на фоне Завского, и от них отделяются бомбы. Вот так вот, прямо, ну, как кино показывают, одна за другой. Ну, и такое впечатление, что вот они на нас падают. Мы как бросились, там улечки побросали все бежать, это самое, с речки туда, наверх, там же в гору нужно немножко подниматься. Ну, и, короче, где-то там по Завского и все бомбы прошлись, я уж не знаю, что там на Завского бомбили, там вроде бы ничего особенного не было, но вот, такие вот, несколько раз, а потом уже, конечно, бомбежками бывали часто, особенно ночью, ночью прилетали самолеты, осветительные ракеты на парашютах сбрасывали, и ярко горит, так город освещен очень хорошо, и вот у окна стоишь, смотришь, не выключая света, вот, там прожекторы, там то самолеты поймают, по нему там обстреливают наш самолет, и уже как-то к этим бомбежкам начали, и даже привыкали, никуда не уходили, из дома, вот, ну, бомбили, в основном, конечно, пытались бомбить и не межосположение немецких частей, но доставалось и гражданство на Сурии, и вот одна особенно мощная бомбежка была в феврале 44-го, когда Псков пытались освободить, вот, всю ночь бомбили, всю ночь, там, я же знаю, сколько самолетов, там, одна волна с другой проходилась, грохот стоял, мы, вот, у нас в том, то я уже говорил, стены там, толстенные внизу были, на первом этаже, мы вот в коридоре сидели, и пять бомб упало напротив в дом, разбомбило этот дом, меня дверь придомило, а когда бомба взрывается, вообще, вот этот тола, запах взорванного тола, вообще, очень тяжелый, горько-сладкий, такой, вдушевый, но там уже все молитвы всякие читали, и приходилось все вспомнить, и, ну, в общем, вот, выжили, там, в доме, правда, погибло 3 сентября, когда туда упали бомбы, у нас, только, ну, в общем, дом, ветер, рамы, вылетели, все было раскалежено. После этого вот мы ушли, жить в доме нельзя, зима, февр, мы ушли в гельтовую баню, и там, вот, многое сзапсковые были, вот, кстати говоря, вот, есть такая книга, Вера Александровна Пирожковой, слышали, какую фамилию, нет? Она была в Пскове тоже в оккупации, потом, как оказалось, что она написала книгу «Три жизни», и там описывает и период гражданской войны, там, 30-е годы, и вот тоже вот этот, и она говорит, что она тоже вот, были в этой гельтовой бане, там, где вот сейчас, по-моему, женское отделение справа, вот, это, где молится справа, вот, в этом мы находились, ну, оттуда нас вот жандармы в один прекрасный день пришли и начали нас выгонять всех оттуда и направлять вот завод пролетарии, где радиозавод теперь, там был меховой завод, вот, до войны, до революции еще, и после войны тоже было, вот, и туда вот, сбок, как сборный пункт был, а там такие розмаринные, уже и крыши-то не было там, в общем, вот там мы, может, провели, надо сказать, что мы все-таки ушли в памятное, но потом мы с мамой пошли, что какие-то вещи взять из дома, и вот смотрим, у нас в комоде копается немец, мама ему, она по-немецки там что-то шпрехала, вот, она ему сказала, что, мол, что-то нехорошо, это же, она, он, все, война, война, все пропадет, все там, а вот там выгребал серебряный у нас в самом нижнем ящике комода, лежали еще дедушкины были, мы ее не пользовались, серебряные вилки, там, вот эти, лужки, они такие массивные, там потом такие подставочки вот с перекрестью, вот такие, чтобы, вот, оттуда выгребало это все, ну, мы взяли какие-то там вещи насильные, и это еще до того, как нас немцы выгнали, ну, все-таки что-то нужно было иметь какую-то одежонку, ну, а мы потом нас вот туда согнали в этот самый завод пролетарии, а на следующий день большая колонна, много народу они так в тот день согнали, большая колонна, так мы по улице Максима Горького пошли вот в утырки, слышали, может быть, так, была станция товарная такая небольшая, а там стоял уже эшелон с тетушками, и нас всех загрузили, закрыли, и повезли неизвестно куда, но потом знали, что мы проехали Рику, через, где-то стороной Рику проехали, там же у Рики несколько вокзалов, на каком-то вокзале останавливались, вот, потом Вильнюс проехали, там нас еще какие-то местные населения макаронами пришли, там раздавали вареные макароны, и привезли Валитус, это литовский город, вот, там концлагерь, ну, этот концлагерь, он тогда там таких вот заключенных не было, вот, как, как, вот, жертвы такие, вот, показывают, там, макароны, но это был самый настоящий лагерь с нарами, с сетками, вот, двойными такими, все, вот, мы там пробовали довольно долго, больше двух недель, наверное, это такой фильтрационный лагерь был, накопитель, вот, там, привозили отовсюду, вот, этих людей, там, кормили, там, баланс давали, там, все, все это оцеплено, с вышками, с собаками, вообще, мы не представляли, для чего он нас, там, вот, держит, и все, ну, как мама, вот, говорила, ну, и вот, в один прекрасный день, всех выгнали на плац, прям, волнами, такими, группами, и вот, там, немцы ходили, и отбирали, кто крепкий такой, трудоспособный, вот, особенно, молодые, ну, или, вот, с нами была соседка из нашего же дома, тоже, вот, которая с дочкой, их в одну сторону, а нас, вот, с детьми, бабушка была тогда, в другую сторону, вот, и тех, кого отобрали, тех в Германию, отправили, а нас, вот, посадили, опять-таки, в поезд, повезли, ну, вдруг остановился поезд, всем выходить, высадили на снег, и поезд ушел, это было местечко Лын-Дубы, я уж не знаю, то ли это западная Белоруссия, то ли это Литва, ну, и, короче говоря, нас на попечении местных властей, как я понял, там стали собирать подводы, еще снег был, уже такой тайл, это, наверное, уже конец марта, наверное, и стали развозить по деревням, и мы попали в деревню с чисто польским усилением, все поляки жили, и соседняя деревня тоже была польская, гвоздиками называют у нас деревнями, ну, привезли пять подвод, в середине, деревня большая была, вначале большой крест такой, вот этот, латинский, в конце деревни, вот у них такой там, в мае, в конце, в мае, вот я помню, еще еще мальских жуков много было, летали около деревьев, вот, они у одного креста помолятся, потом, что и к другому, вот такой обычай был, и вот стоят эти подводы, что, мол, предлагают, берите к себе крестьянина, никто, никто не берет, ну, вот одна из женщин, нашу семью, заворачивайте ко мне, бабушку и сестру, они взяли на свое повречение, а мама стала работать, прясть, прялка у хозяйки была неиспользованная, ну, вот она сказала, что она умеет, и вот она все время пряла, и еще к ней обращались, она знала там эти мази какие-то, чесотку, у них там поголовная чесотка, особенно у детей была, вот, так к ней соседних деревень, и там все, то есть, она пользовалась, она, они знали, что она учительная, банина учителька, они ее называли, вот, а меня взял, это тоже хозяин, там, ухаживать за скотом, за коровами, там, не за куток от вели, и за печками, вот, или там, рано вставать надо было, там, и поедите, там, готовить, на машине, сено резали, для этих сахалов, ну, в общем, целый день крутиться приходилось, ну, и там я с соседским мальчишком, понятно, он, от кого-то, из битнеса, что ли, мальчишка, там, жили, буквально у них, во дворе, там домик был, такой, ну, вот, он ко мне все время придирался, совет, совет, там, нас советы, советами называли, вот, и, ну, и я с ним подрался, однажды, и хозяин меня выгнул, а это уже начиналось, это, конец уже, май начинался уже, выгонять стали скотину, и меня под паском определили, я вот, почти там два подпаска было, один местный, а другого пьян, и пасту было, а почти там очень сложно было, дело в том, что там частная земля, частная земля, и небольшие участки, вот там с этим стадом, а стадо там и козы, и коровы, и овцы, все, босиком, особенно, когда скосили, вот это, рожь там все, уже не вилу там идешь, это босиком, это уже, там все время шерстяные, такие ниточки, надо подвязывали, трескались под пальцами, ну, а вот уже, в августе, по-моему, в 44-м году, пришли наши войска, ну, мы когда узнали, уже стала там советская власть образовываться, там в сельсовет, в сельсоветах, партизаны бывшие, занимались, организации, когда узнали, что вот, есть такая, скаличка, учительница, грамотная, ее попросили поработать там, в сельсовете, ну, а местное население сказало, лучше уезжайте, иначе все, а были случаи, там эти, польские партизаны, когда убивали русские семьи, ну, и вот мы, так сказать, на подводу нам выделили, мы поехали на станцию, там уж я не помню, как, никакую станцию, и на попутных, всяких, поездах, вот, вернулись в Пску. В 44-м году. Ну, в Пску, вообще, было страшно смотреть, конечно, на город, об этом уже много, писалось и говорилось, что можно, может, фактически, от вокзала, чуть ли не весь Псков просматривался, ну, вот, по крайней мере, там, где сейчас парк, детский парк, вот оттуда все хорошо было видна, собор, и все, тут, тут, да, разрушено, почти, вот, ведь, Василия на горке, где вот этот храм, он же был весь обстроен, со всех сторон, здания были, мощные, трех, четырехэтажные, вот, вот, эта сторона, там все, все погибло, и потом было разрушено, и вот создан вот этот парк, партизан, псковский партизан, сквер, да, да. Продолжение следует...